Блин, ребят, я уверен, что вам уже надоели квартиры в черновом виде, поэтому сегодня у нас будет 6 квартир, аж 6 квартир с ремонтом в жилом комплексе Континент. Все его прекрасно знают, не будем характеризовать плюсы и минусы этого жилого комплекса, просто посмотрим по какой же стоимости продают здесь квартиры, причем разные планировки в доме комфорт-класса нового, квартиры для жизни, так и маленькие для сдачи в аренду. Есть же люди, которые готовы покупать именно сразу, готовы покупать в ипотеку и при этом не хотят заморачиваться с ремонтом. Так что это видео для вас, смотрите его до конца, ставите свой комментарий, какая квартира вам больше всего понравилась. Так, ну и прежде чем мы зайдем в сам дом, давайте я покажу вам территорию, она облагорожена, то есть здесь у нас, вы видите, брусчаточка, дом выглядит вот так, везде установлено крепление под кондиционер, дом уже жилой, подключен все коммуникации централизованные, два подъезда, первый и второй, и в первом и во втором подъезде у нас будут предложения. Мы находимся всего в 800 метрах от моря. Вот у нас, собственно говоря, и есть море, на котором весь район Челсовхоз Орел Зумрюк приезжает или приходит пешком от Гринтауна, допустим, полчаса мои родители доходят до этого пляжа. Здесь есть кабинки, где можно переодеться, ну и, конечно, без волнорезов здесь не получается, но вот такой вот вид, вот эти панорамные площадки. Есть где здесь и погулять пешком, например, по набережной, смотрите, какая она. Достаточно длинная, что в одну сторону, что в другую. В той стороне есть даже парковка, вон вы видите машину, это бесплатно. Здесь приезжаете. Прямо вы видите жилой комплекс Адлер, про него уже я делал множество обзоров, поэтому он находится по соседству практически 200 метров. Это его третий корпус, который издается после Нового года. В общем, погнали, посмотрим, что там внутри у нас и на каком этаже есть предложение. Итак, мы с вами зашли в первый подъезд, на второй этаж поднялись. Вот так выглядит у нас, собственно говоря, коридор, места общего пользования. Обратите внимание, что все двери, конечно же, в едином стиле, их менять никто не будет. И давайте первую квартиру начнем. Зайдем, закроем дверку, потому что здесь люди делают ремонт. Это у нас студия, площадью 25 квадратных метров. Вот этот санузел у нас уже готовый. Полотенце-сушитель электрический, унитаз, полноценная ванная. Все готово, сдается так, продается, вернее, так, как есть. Здесь, получается, место под прихожую, шкаф, не знаю, дальше, наверное, будет, возможно, докупить что-то. Здесь вот такое пространство, не знаю, две розетки, может, здесь какой-то столик должен стоять, скорее всего. И вот она кухня, все готово, варочная панель, есть холодильник, все как положено. И вот такой диванчик, который раскладывается. На полу у нас ламинат, есть кондиционер, жалюзи, вот такие шторы, подсветка, натяжной потолок, все, в принципе, есть. В общем, цена 166 тысяч за квадратный метр, 4 миллиона 138 тысяч рублей. Также в этой квартире есть балкон. Выходим на балкон, здесь счетчик и вид вот такой, на детскую игровую зону. Это первый корпус, под первым корпусом на первом этаже магнит-магазин, ну, в той стороне море. Итак, зашел я в грузовой лифт, такой интересный, бесшумный, хороший лифт, настоящий комфорт-класс. И поднимаемся мы аж на седьмой этаж, следующее предложение у нас будет побольше уже. Поднялись мы на седьмой этаж, тут вовсю делают ремонт, бережно укрывают вот так вот пленочкой, чтобы не навредить кафелю. Следующая площадь у нас получается 29 квадратов. Мы заходим на такая большая у нас здесь прихожая. Я бы сказал, что здесь прям как гардеробная. Если поставить здесь разрешенные какие-то шкафы, вернее, двери купе, то, в принципе, достаточно удобно будет. Далее у нас здесь ванная душевой, полотенце сушите. Здесь газовое, кстати, отопление, поэтому отопление от двухконтурного газового котла. При этом здесь почему-то собственник поставил подогрем-полог. В этой зоне у нас постельный ламинат, это тоже студийного типа, она побольше получается, чем предыдущая квартира. Ну, ремонт неплохой, светлые тона постельные, то есть нет такого, что прям бросается резко в глаза. Это кухонная зона, я так понимаю. Здесь уже, получается, нет никакой мебели. При этом также квартира имеет балкон, то есть радиатор здесь вдоль окна, вид получается в сторону спортивной игровой площадки, но и балкон. Давайте выйдем на балкон, чтобы было все понятнее. Вид в сторону моря, но море сливается у нас плохо видно, а также вид на горы здесь. Что касается цены, цена здесь по 170 тысяч за квадратный метр с ремонтом, то есть получаем мы цену 4 миллиона 938 тысяч рублей. Я по-прежнему вас попрошу обязательно оставить комментарий, какая вам квартира из 6, но и предложенных вам понравится. Будет очень интересно, погнали смотреть третью квартиру в этом. Итак, на девятом этаже у нас тоже есть студия, похожая, 26,4 квадратных метра. Студия без каких-то либо перегородок, без всего. Здесь тоже смотрим на ремонт. Я ее как-то, кстати, показывал давно-давно, когда сравнивал черновые и ремонт. В общем, вот такая обычная студия, но уже готовая с ремонтом, по 165 тысяч рублей. Ну, свет можно включить, я думаю, что тут не принципиально, так-то она светлая достаточно. Квартира, газовый котел, теплые полы, здесь на полу получается плитка у нас, радиатора здесь нет. Здесь не установлен еще кондиционер и вот такой вот балкон, на котором стоит газовый счетчик. Вот такая студия. 4 миллиона 359 тысяч рублей. То есть, на втором этаже, в этом же корпусе, мы видели квартиру 24,9 квадратных метра. Ну, там что-то на полтора квадрата поменьше, но тоже ценник немножко отличается. Но там, правда, уже с мебелью и с техникой. Вот такие вот три варианта в первом подъезде. Погнали, посмотрим на втором, что нас ждет, какие там предложения. Итак, поднялись мы на третий этаж. Сейчас я вам покажу квартиру с очень хорошим ремонтом. Мы зашли с вами в коридор. Это разлетайка 47,5 квадратных метров. Развернулся я и сразу мы попадаем, так сказать, в санузел. Санузел, ну, достаточно из дорогих материалов все сделано. Сантехника, инсталляция, гигиенический душ и вот здесь полотенцесушитель. Ну, очень-очень все достойно. Сюда, по всей видимости, стиральная машина помещается. Далее, по коридору мы видим вот такую отдельную гардеробную. Какая хозяйка не мечтает иметь гардеробную, чтобы это не было загармождено в каких-то шкафах, там, лишних, в комнатах. И вот такая вот светлая южная сторона спальной комнаты. Включил специально все лампочки, чтобы вы видели, где какое освещение есть. Также здесь получается зона для телевизора установки. На полу у нас получается ламинат, но при этом у нас теплый пол, потому что радиатора я здесь не увидел. И кондиционер. Вид у нас получается на детскую игровую зону. В той стороне моря. Море 800 где-то метров. Минут 15 максимум идти пешочком. Здесь плитка, но опять же я вижу, что здесь сделан теплый пол, потому что радиаторов нет. И вот такой вот красивый потолок. Двухуровневый, с хорошей красивой люстрой. А здесь зона готовки. Кухни. Получаем мы площадь еще раз 47,5 квадратных метров. Стоит она по 160 тысяч за квадрат. 7 миллионов 600 тысяч рублей. И вот такой вот балкончик. На балконе здесь уже установлен кондиционер. И вид получается на спортивную игровую площадку. То есть где бы ваш ребенок не бегал, вы его сразу увидите. Ну прекрасный вид здесь будет на горы. Школа у нас рядышком здесь. Буквально, наверное, метров 250. Рядом с жилым комплексом Адлер. Ну и мы находимся на равнине. Дом со всеми центральными коммуникациями. Здесь проходит ипотека. Статус, естественно, квартиры. И остальные две квартиры, господа, у нас будут с чистовым ремонтом. То есть если вам не понравилась квартира, не понравился, как сделал инвестор, какой-то ремонт, пожалуйста, и не с чистовым ремонтом. Посмотрим уже распланированные, потому что черновые я вам показывать не буду. И уже смотрите другой обзор, когда я показывал какие-то из вариантов здесь. Погнали посмотрим еще пару вариантов квартиры. Следующая квартира у нас имеет площадь 44,6 квадратных метра. Я как-то давно показывал планировку, но не понимал, как ее можно вообще распланировать. Поэтому так ее посмотрим. Здесь накидали строительного мусора. Но здесь достаточно большая получается зона для санузла. И распланировали ее именно вот так. То есть вы сами можете увидеть и сделать для себя какие-то выводы. Плохо, хорошо. Может быть что-то здесь переделать по-своему. Напишите в комментариях. Я так понимаю, что вот это одна спальная комната. Возможно. Перегородку здесь сделали из гипсокартона. То есть сделали электрику. Вот. Например, на эту вот одна, наверное, спальная какая-нибудь комната. Правда без окна. Я бы здесь, конечно, вырезал окно. Далее получается здесь у нас кухня. То есть такая кухня, на которой даже можно, я так думаю, бросить какой-то диванчик. То есть использовать ее как гостиной. Напомню, мы на третьем этаже. Вид у нас вот такой. Вид хороший будет на горы. Когда будет ясная погода. Котел фирмы Бакси стоит. Это 44 квадратных метра. Вот так вот распланировали. И вот здесь еще одна такая небольшая спальная комната. Я так думаю, что это, скорее всего, детская. Потому что она узковата. Для двухспальной кровати будет не очень удобно. Поэтому под детскую это очень даже хорошо. Но при этом у нас здесь нету балкон. Потому что ранее здесь, скорее всего, планировалось, что здесь должна быть лоджия. То есть ее соединили общую с застекленной, так сказать, жилой площадью. И сделали общую вот такую перепланировку свободную. Далее, давайте поговорим все-таки о цене. То есть такая квартира стоит 6 миллионов 36 тысяч рублей. Из расчета 137 тысяч за квадратный метр. То есть мы с вами сейчас предыдущую смотрели по 160, но уже с капитальным готовым ремонтом. То есть выбирать, конечно, вам. Но мы сейчас с вами поднимемся на четвертый уже этаж. Посмотрим еще одну небольшую квартиру. Последнюю тоже с чистовым ремонтом. Поэтому не отключайтесь. Подписывайтесь на канал. Идем дальше смотреть следующую квартиру. Мы поднялись с вами на четвертый этаж. И площадь нашей квартиры составляет 32,2 квадратных метра. Она уже распланирована. То есть мы заходим в коридор. Получается здесь у нас прихожая. Тут выделен санузел. Электрика вся разведена. По прямой мы попадаем с вами в кухню. А, нет, не кухню. Это спальная комната, прошу прощения. Котел, потому что соседний. Это вот как раз небольшая такая спальная комната. Вывод под кондиционер. Вид у нас получается в сторону детской игровой зоны. Но и в сторону моря отсюда его вам, к сожалению, не видно. И попадаем вот в такую вот площадь кухни-гостиной. То есть, ну, знаете, полторашка. Все-таки можно из нее вылепить. Потому что здесь можно поставить какой-то диванчик. Там у нас зона кухни. Ну и вот здесь вот телевизор. То есть под два спальных места. Стоят они по 150 тысяч за квадратный метр. В данном случае это квартира. 4 миллиона 836 тысяч рублей. И, кстати говоря, наверное, я проморгал про еще одну квартиру. Которая расположена на 11 этаже. Этот же стояк. Совершенно эта же квартира. С ремонтом 165 тысяч за квадрат. 5 миллионов 320 тысяч рублей. Но если кому-то важна будет именно такая планировка. Специально для вас съезжу и сниму дополнительный обзор. Я надеюсь, вам понравились эти предложения. Поэтому обязательно жду ваши комментарии. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Если у вас не хватает по бюджету в данном жилом комплексе. Есть аналоги. Поэтому звоните. Пишите. Предоставлю вам полную картину информации. Свяжемся с вами по WhatsApp. По почте электронной. По Viber. Как вам удобно. В принципе, у нас сейчас проблем нет со связями. Вот. Жду ваши комментарии. Обязательно напишите. Понравился ли вам в целом этот комплекс. Стоит ли эти квартиры своих денег. Это тоже важно для меня услышать. Ну и ждите новых обзоров. Я желаю вам хорошего дня. Всем пока.